На расширенном заседании регионального политического совета члены партии «Единой России» обсудили предвыборную программу «Законодательное собрание». Участие в нем приняли кандидаты предвыборного голосования, вошедшие в тройку лидеров по своим округам. В этом году депутатами ДСО захотели стать более двух тысяч человек. Провести самую масштабную избирательную кампанию, пятилетельную цикл, будет выбрано в Ульяновске и в Ульяновской области 1427 депутатов разных уровней. Из них 1391 на муниципальном уровне и 36 на региональном. Ульяновская область оказалась числе регионов-лидеров, проводивших предварительное голосование. Этот факт отметили на федеральном уровне. Это говорит о многом. Это говорит о том, что мы не только числом воюем, но и умением. В связи с этим хочу поблагодарить каждого здесь находящегося. На заседании сформировали общеобластной список кандидатов для последующего выдвижения на выборы в парламент. Единогласным решением регионального полицсовета в список вошли губернатор Сергей Морозов, секретарь регионального отделения Анатолий Бакаев и член Совета Федерации Сергей Рябухин. Обсудили и предвыборную программу партии. Многие вопросы так и не решены. Среди них индексация пенсии и повышение качества и доступности медицины. Глава государства Владимир Путин основной задачей ставит это повышение качества и доступности здравоохранения. Доступность это не говорит о том, что должны быть услуги некачественные. То есть высокая технологичность медицинских услуг. В основу предвыборной кампании ляжет и майский указ президента, направленный на системные решения актуальных социально-экономических, общественно-политических задач и повседневных проблем населения. Виктория Черкова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова